Это уже стало хорошей традицией. Каждый год в мае в рамках эстафеты «Салют Победе» Одинцовская делегация отправляется по местам боевой славы, чтобы почтить память погибших в годы Второй мировой войны. Поезд Москва-Санкт-Петербург прибывает на Московский вокзал. Сразу оттуда наша делегация отправляется в Пискаревский мемориальный комплекс. Это один из самых скорбных памятников войны. Образец мужества и стойкости ленинградцев. В братских могилах лежат более 500 тысяч человек. В основном это блокадники. Больше всего людей умерло зимой 41-42 года. Так, 15 февраля 42-го на кладбище доставили тела около 8,5 тысяч человек. 20 февраля уже больше 10. Имена многих похороненных здесь до сих пор неизвестны. Их память увековечивают лишь вот такие скромные гранитные плиты. На каждый выбит год захоронения. Вместо надгробных надписей – листочки дуба, символ мужества и стойкости. Серп и молот на могилах жителей. На могилах воинов – пятиконечная звезда. Возле шестиметрового монумента «Родина-мать» начинается митинг памяти о погибших жителях и воинах, отдавших своей жизни, защищая город. Народный молодежный театр-студия «Крылья» выступает с театрализованной программой, посвященной блокадному Ленинграду. Вы не погибли, вы просто ушли, просто ушли в небеса. На безымянных высотах земли ваши слышны голоса. У меня есть особая миссия – передать слова, приветствие от главы Одинцовского муниципального района Андрея Робертовича Иванова. Это его проект «Эстафета. Салют Победы» шагает в нашем Одинцовском районе. То, что сделали наши герои, это забыть невозможно. Вечная им память нашим героям, вечная их слава, а нам с вами надо брать с них пример. Пережившие блокаду дети войны еле сдерживают слезы. В горло подступает ком и в памятном зале монумента героическим защитникам Ленинграда. Здесь можно увидеть, в каких тяжелых условиях выживали жители в 900-дневную блокаду. Вот выглядит 125-граммовый кусочек хлеба. Именно столько получали в ноябре 1941 года дети и еждивенцы. Рабочим выдавали чуть больше – 250 грамм. Муки катастрофически не хватало, поэтому в хлеб добавляли различные примеси – обойный клей, жмых, целлюлозу, пыль. Петергоф – город дворцов и фонтанов. Немцы оккупировали его в сентябре 1941-го. И лишь в январе 1944-го Красная армия освободила город. Фашисты разграбили музеи, превратили в руины дворцы, уничтожили фонтаны, каналы. Знаменитая статуя Самсон – один из символов Петергофа – бесследно исчезла. В 1947 году была сделана ее точная копия. Библейский герой раздирает пасть льву. Этот фонтан – символ победы русских над шведами. Лев был частью герба Швеции, а Петра часто сравнивали с Самсоном. Это еще и самый высокий петергофский фонтан. Высота его струи может достигать 20 метров. В Петербурге многое говорит о героическом прошлом города. Памятники, музеи – здесь помнят подвиг своих прадедов и гордятся им. Помним его и мы. Три и, может быть, даже четыре разных поколения участвовали в этой очень ответственной, очень патриотичной акции. Связь поколений и, как Ольга Берггольц сказала, никто не забыт, а я бы добавил, не должен быть забыт, и все должны продолжать жить. Эстафета «Салют Победе» в Одинцовском районе будет продолжаться. В следующем году отмечается 75-летие Сталинградской битвы, а значит, очередной поезд Победы с Одинцовской делегацией отправится по местам боевой славы. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.